Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите программу «Мнение». Я хочу с удовольствием представить наших гостей. Это Гульмиза Сейталиева, президент Федерации Айкидо и Ирлан Джуматаев, ведущий инструктор Айкидо. Здравствуйте! Я благодарю, что вы согласились принять участие в нашей передаче. И хочу начать, Гульмиза, с вас. Скажите, какое место в вашей жизни занимает Айкидо? Я понимаю, что это часть вашей жизни, но вы еще являетесь кандидатом в философских наук, то есть занимаетесь еще преподавательской деятельностью. Вот как эти две профессии, можно сказать, совмещаются в вашей жизни? Ну, прежде всего, я хотела поблагодарить вас за приглашение. То, что мне кажется, сегодня очень важно больше и больше говорить о спорте и о духовном развитии, поскольку современное поколение, оно начинает развиваться больше интеллектуально, оно сидит в интернет-пространстве и меньше уделяет внимания именно физическому воспитанию. Поэтому ваша передача, несомненно, сделает определенный вклад для того, чтобы многие родители изменили свое сознание, сама молодежь изменила свое сознание. Мы на это очень надеемся. Ну, я отвечаю на ваш вопрос. Я философ по образованию. Конечно, я занимаюсь преподавательской деятельностью. То, что, ну, мне кажется, это одна из моих миссий — быть преподавателем, быть инструктором, поскольку вот философы, они пытались всегда каким-то образом хотя бы изменить мир. И, как говорил Платон, человек должен быть развит и духовно, и физически. Ну, и мы пытаемся воспитывать наших студентов в плане такого мощного интеллектуального духовного развития. Днем я преподаю, а вечером мы развиваем наше айкидо любимое. И поэтому их как-то разделить, может быть, даже невозможно. Или можно сказать, что, конечно, айкидо я посвящаю большую часть своего времени. Я сплю с айкидо, я думаю об айкидо, я просыпаюсь с айкидо. И потом айкидо — это тоже философия? Да, да, это очень глубокая философия. Это не просто физическое воспитание, это воспитание в человеке его мощного такого внутреннего стержня, в том числе нравственного стержня, что очень важно сегодня для молодежи, поскольку многие родители перестали воспитывать, все зарабатывают, общество перестало воспитывать. То, что сегодня вся молодежь, поскольку она уходит в интернет-пространство, она перестает уметь общаться с другими, такими же ровесниками, как они. Они легко общаются между собой через соцсети, а когда дело доходит до живого общения, там начинают появляться проблемы. И вот когда они в зал приходят, мы начинаем их вот так вот прям хватать, бросать, и они друг к другу начинают по-другому относиться. Это вот такой физический мощный контакт, который устанавливает в том числе духовный контакт. Поэтому с нашей точки зрения физическая культура сегодня очень важна нашему обществу. Первые мои ученики – это были ученики Кудайбергенова. Каскадеры. Каскадеры, да. Ко мне пришло 15 человек, и было очень кстати, потому что у нас в 39-й школе не было татами. И мы тренировались с каскадерами три месяца на бетоне. Мы делали все страховки, все передвижения, все техники вот на бетоне. И я почему-то не думала, что это проблема какая-то, что нет татами. И потом ко мне стали другие приходить. Вот с тех пор первыми были Челнгыз Кайназаров, сейчас он наш шеф-инструктор федерации, пятый дан. Вот он пришел, он был тогда майором Кайназаровым, пришел Шерзот Сайдалиев. И они тоже со мной начали тренироваться на бетоне. В Крымсане у нас началось развиваться айкидо. И в числе ваших учеников тогда был, наверное, и Ирлан Джуматаев, который сегодня уже достиг тоже больших результатов высот в айкидо. Ведущий инструктор – это, наверное, тоже что-то значит. Я хочу буквально несколько слов про Ирлана сказать. Ирлан, когда пришел в айкидо, он пришел со своим сыном. У него супер сын Марсель. Воспитать такого ребенка, вы знаете, это надо быть особым отцом. Марсель сейчас учится в Японии, у него уже второй курс. И вот Ирлан полностью его обучает, полностью содержит своего сына, потому что он считает, что сейчас учеба для него главнее. И они пришли вместе с сыном. Сын был маленький, Ирлан был молодой. Но он был тогда одним из ведущих специалистов у Назаралиева в наркологическом центре. И я вот его уговаривала, уговаривала, выцепила. И сегодня я не жалею. Вот так Ирлан когда-то привел сына, и потом вместе с сыном остался в айкидо. И по сей день тренирует детей. В ходе случаями хочу сказать спасибо ей, моему учителю. У меня был еще учитель Нужан, сенсей. Ну, такая ступень ведущая. Поэтому спасибо им, что помогли, поставили. Ну, как любой мальчик, в детстве я тоже занимался спортом. Каким спортом вы занимались? Юдо занимался. Как вот упомянули, впервые привел сына, понаблюдал. Потом смотрю, а там и возрастные старшие меня занимают. А что бы, не мне. Вот как бы перешел туда. Ну, и со временем, со временем начал как бы нарабатывать, спрашивать, учить, набираться опыта и все остальное. И в один прекрасный момент, наверное, у меня внутри тоже созрела перемена к чему-то. Потому что вот она, вот медицинское образование, она, наверное, все равно помогает. То есть, обычно убивает человека, однобраде, точнее. Одно и то. Пошел на работу, пришел. И вот это, наверное, скорее всего, у меня уже созрело внутри. И в этот момент, как бы, гульминаторство тоже предложило. Ну, и сомнений очень много было, конечно, поменять. И вот на данный момент вот... И почему-то такой еще парадосс у меня. Я детей особо как бы не то, что не любил. У меня даже племянников гонял, что сказал. Они ко мне не подходили. А тут все дети ко мне прилипнуты. Я больше ругаю, а они липнут ко мне. Вроде думаешь ругать, должны убегать, а не набор. Оказывается, вот, как до этого говорили, отношусь к моему жестко, но не жестоко. Ну, вообще, нужно отметить, я извиняюсь, что перебиваю. Ирлан к каждому ребенку относится как к своему сыну Марселю. Вот он сейчас очень сильно скучает по Марселю. И для него вот любой ребенок в зале – это его сын, это его дочь. В каждом ребенке видит своего сына, можно сказать. Да, и нужно отметить этот момент, поскольку, ну, бывают разные тренера. У нас все тренера великолепные, вот Федерация Айкидо конкретно. Но из лучших есть самые лучшие. Но я очень часто вижу, что бывают также тренера, которые работают, ну, ради денег, ради еще чего-то. Для Ирлана ребенок – это та цель, ради которой он живет. И там в группе у него могут 20 человек, 30, но каждый ребенок для него огромная ценность. И поэтому я сегодня вообще счастлива, что Федерация Айкидо инструктора, вот Ирлан Джумантаев из детских инструкторов у нас еще есть, Александр Хабидурин, тоже четвертый дан, мой вице-президент. Ну, Ирлан, наверное, тоже счастье обрел, когда перешел в Айкидо и через какое-то время понял, что не ошибся, да? Ну, тут еще нюанс такой, что, оказывается, детям немного дали, что удивительно. А вот если сейчас вот сформулировать в общем, то есть они меня погрузили в те эмоции детские, которые я забыл, стал взрослым. Улыбаться, радоваться просто тем же лужам. У нас же, ой, лужи, грязь, грязь, они потоптались и радостно гнуть. Что там? И вот с ним выходил после сумелки, топчем эти лужи и радуемся. Они же смеются незабвенно, открытой душой, и ты с ними вместе смеешься. Тот смех, который у меня давно, наверное, может, не то, что пропал, а как бы редко проявлялся. То есть вот это. А потом, когда ты видишь еще достижения их, то есть радуешься вместе. То, что еще Ирлан внес в федерацию, он в конце тренировки, минут пять, они танцуют с детьми. Когда вначале я спрашивала, ну, я видела счастливые лица детей, я, конечно, эти вещи поддерживаю. Но Ирлан объяснил одну вещь, говорит, очень важно, чтобы ребенок потерял все внутренние барьеры, чтобы раскрылся. Вы сейчас современную музыку танцуете? А у нас сейчас направление, мы научились такие достижения, можно похвастать. Сойбран хореограф, так сказать, ну, понятно, таким примитивным, может быть. Но дети, по крайней мере, довольны, родители очень довольны. В конце элементы расслабления. Потому что дети много не выдерживают, это, ну, опять же, медицинское образование, оно помогает. Однообразное движение им надоедает, им неинтересно, им приходится менять направление. Иногда я прихожу, интуитивно начинаю строить тренировку иногда. То есть, и получается, они вот, им очень нравится, они бегают. И в конце в виде расслабления, потому что танцы раскипощают. А дети есть, ну, закрытые. У меня есть 5-6 детей, которые, ну, так называемые, особенные дети с уровнем развития. Как вот это. И вот видишь, в виде этой результаты, я не знаю, заряжаешься энергией, что ли, есть смысл, обретаешь смысл жизни. У нас вот, мы очень часто ездим в Японию, в Хомбо-Доди. Это основной наш центр, к которому мы, как бы, подчиняемся, прикреплены. Они ведут техническую помощь, ну, помогают нам развивать наши методики. И я удивлялась, что у них есть дети с 3-х лет. Потому что айкидо – это очень сложный вид единоборств на самом деле. Хотя мне же не скажешь. Да. Очень много там внутренней философии, поскольку, ну, как я маленько могу с вами работать, оказывается, можно. Объяснить это вот ребенку очень сложно. Взрослые начинают понимать быстрее. И у нас была проблема, когда я начинала, мы не брали детей младше, чем 12 лет. Это были самые маленькие дети, 12 лет. Потом с каждым годом все становится меньше и меньше. Вот с приходом Ирлана у нас в Федерации появились 3-х летние и 4-х летние дети. И ведь он их учит и флягу, различным видом сальто. Они у него отжимаются. Они прибегают на тренировки, у них глаза горят. Потому что увлечь 3-4-летнего ребенка Айкидо, вы знаете, это надо быть… И заставить тоже тяжело. Да. А заставить невозможно. Заставить невозможно. И он всю тренировку проводит в такой игровой форме. Очень интересно. Ну и не забывайте, что Ирлан сегодня, вот инструктора, выполняет огромную социальную миссию. Просто громаднейшую в нашем обществе. Они детей приучают к общению на татаме, в зале. Дети друг с другом играются. Они с другом работают, они общаются, они становятся друзьями. Ну и еще очень важно, когда ты видишь результат. Вот у него пришли дети 5-6 лет, сейчас у них первые данные. Им по 15 лет. Но это разве не счастье, когда ты видишь реальный результат. И дети ходят годами. Они не покидают, они 3 раза в неделю, потом на семинары. И годами приходят, приходят и получают первые данные. То есть превращаются в больших, сильных мужчин, уверенных в себе, или там, уверенных в себе девочек. Ваши ученики, Гульмиза сказала, имеют первый данный, наверное, второй, пока первый данный. Это, наверное, это, конечно, тоже достижение, это радует. А больше за какие успехи вы радуетесь? Ну, да, данное, это, конечно, тоже большое достижение, но я больше радуюсь умением приобретать что-то новое через неделю. А почему это радует? Потому что радуются родители. То есть элементарно просто встал возле стенки на руках, ну, что-то такого, да? Я умею, например, другую умею, а для них это великая радость, прям большая радость. Или там куркнуться. Ну, естественно, а когда ребенок начинает, а, и это я смогу, он останется уверен. Потому что у меня был, не было, занимается один мальчик, ну, с внешними дефектами такими, и, наверное, скажем, психологическими. Ну, учится в обычной школе, но немножко отстает от святника, а оказывается отстает в том плане, что он стесняется поднять руку, ответить где-то что-то. Замкнутый ребенок? Замкнутый, да, ни с кем не дружит. И мама через полгода говорит, он же начал спрашивать у учителей. Он с ребятами бегает, над ним насмехает, смеется, а ему все равно стало. То есть перестал быть асоциальным ребенком? Да, 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 да. Он внедрился в общество и по его лицу, там, смачиваю, и выражение лица другое. То есть эмоции мамы, эмоции ребенка, они вдвойне на меня действуют. И, соответственно, у меня поднимает. На хулиганов таких, чересчур подвижных ребят, как айкидо воздействует. Как-то вот гиперактивные есть, там, дети такие. Ну, эти, айкидо само, умение контролировать свои эмоции, свою энергию, свои движения и все остальное. И со временем это все приходит. Поэтому спорт – это не просто физическая подготовка, это очень важная духовная подготовка человека. Как вот тот мальчик, 11-летний, я подошла к нему, и он со мной, как с женщиной. Я была просто в шоке, и я очень сильно радовалась. Думаю, это результат айкидо, это результат нашей тренировки, это результат работы вот таких тренировок, как он. И вот у нас таких тренировок 42 человека, и я счастлива, что все они такие. Ну, вы, наверное, согласитесь со мной, что айкидо для вас – это не бизнес далеко. Да. Вы знаете, айкидо имеет очень такую важную воспитательную ценность для самого инструктора. А есть инструктора, которые приходят только ради того, чтобы заработать. Ну, у нас, поскольку… Наверное, в каждой сфере есть. Да, у нас много не заработаешь. Потому что если человек ставит вперед деньги, чем своего ученика, то есть человек, как говорил Кант, должен быть целью, а не средством. А для некоторых инструкторов получается, что основное – это деньги. И вы знаете, у них мало учеников, потому что и взрослые, и маленькие, они чувствуют, как ты к нему относишься. И они не могут даже за аренду заплатить толком. А человек, который ставит ученика как цель и работает ради ученика, ученик приводит еще другого ученика. Если будет любовь, тогда и будет профессионализм, соответственно, и появится все остальное. Надо помнить одну вещь, что человек – не средство, а цель. И когда инструктор меняет свое отношение к этому, понимает, что самое главное – это его ученик, тогда он начинает зарабатывать. То есть айкидо и тренерская работа имеют такое воспитательное значение для любого взрослого инструктора в том числе. Конечно. Ирлан, вот у вас есть и девочки, я знаю, и мальчики. И есть какое-то деление во время тренировок? Абсолютно. Никакого деления нет. Я даже, когда они, ну, не спарринги, а когда они совместно тренируются, некоторые, ну, что эта девочка может сделать? Я начинаю, как бы немножко повышая голос, естественно, что дети все-таки говорят, что относись к нему так же, как к себе. Потому что ты своим таким маленьким домом, но точно ничему она из-за этого не научится. А в жизни может всякое научиться быть, как схватит там какой-нибудь хулиган мальчик сильный, и там уже не будет. То есть они на равных тренируются абсолютно, да? Да, они абсолютно одинаково. И самое удивительное, что девчонки ребенок лучше дают. Я в этом укор мальчикам встал, и они бедные иногда такие ошибаются, ну, не ошибаются, а обижаются, и начинают стремиться. Девчонки более активные и более, ну, правда, сперва стеснительные, а потом уже становятся более уверенными. То есть они среди мальчиков немножко начинают теряться, ну, кто-то новенький пришел, а потом уже осваиваются и становятся на рамках. Ну, вот то, что в айкидо, это единственный вид, наверное, где мужчины, женщины, мальчики, девочки работают вместе. И вы знаете, я по себе знаю, насколько это важно оказывается, поскольку вот этот постоянный тактильный контакт, вот женщина с мужчиной, мужчина с женщиной, он рождает особое чувство, нормальное отношение к другому телу. То есть нет вот этого нехорошего какого-то там, ну... Нет, потом дети с детства уже получают воспитание, отношение правильное, да, противоположное. И девочки научаются общаться с мальчиками. То есть нет вот этой уже преграды из-за гендерной разницы. О чем сегодня очень много говорится. Да, да. Мальчики очень четко тоже начинают понимать тело девочки, потому что он начинает понимать, насколько она может быть хрупкой, насколько нужно заботиться тоже о девочке. Девочка может понимать, а как справиться с большим телом, то есть как себя защищать. Ну, самое главное, тактильный контакт, он в сознании человека рождает нормальное отношение к человеческому телу. Вот очень важно в детях воспитывать нормальное отношение к противоположному полу и понимать, что его ценность такую же, что он так же ценен, как и ты. Ну вот, общаясь с вами, я так понял, что айкидо очень много положительного дает. Это духовное развитие, это физическое, да, это вот правильное отношение к противоположному полу, что это равенство, да, то есть масса положительных качеств. Да, и при этом некоторые, вот те, которые никогда айкидой не занимались, они говорят, ну чего вы хотите, какого равенства вы хотите, вы же не уж сможете абсолютно быть такими, как мужчина, конечно. В том-то и дело, что наши айкидисты, вот любой взять в зале, мои ученики, ученики Ирлана, ученики других инструкторов, они понимают, что мужчина физически от природы очень силен. И как он должен относиться к противоположному полу? Он начинает понимать это, и он действительно начинает уважать девочек, женщин. Ирлан, вот в заключение передачи, что бы вы хотели сказать родителям, молодым людям? Нашу передачу, может, и дети смотрят. Вот как тренеры, как инструкторы айкидо. Ну, учитывая, что я занимаюсь айкидо, скажу, что приходите в айкидо. А с другой стороны, пусть дети занимаются спортом. Потом же опять, спорт, наверное, рознь, а самое главное, духовное развитие. И мне бы хотелось, чтобы наше общество, на нашей стране младше уважали старших, а старшие, естественно, ценили молодежь за их ум, за их продвинуться, за их современные отношения. Что вот эта гармония, она просто была. Ко всем родителям, к молодежи, ко всем подросткам тоже хочу обратиться и сказать, что, пожалуйста, лучше думайте о том, как бы больше им предоставить возможности заниматься айкидо или любым другим видом спорта. И плюс пусть ходят и развивают свой мозг, учатся языкам, математике, физике и так далее. То есть вот много образования и спорта не бывает. И, пожалуйста, обратите, дорогие родители, внимание именно на это. Очень надеюсь, что наши телезрители прислушаются к сказанным сегодня в нашем интервью обращением Гульмизы Сейталиевой и Эрлана Джуматаева. И сделают определенные выводы. А я хочу попрощаться с вами, дорогие телезрители. Мы увидимся в последующих передачах. Всего вам хорошего. И занимайтесь айкидо, занимайтесь спортом, развивайтесь. Всего вам доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин